А ведь он благодарил за пятилетку, я имею в виду радиохавиру, он благодарил за пятилетку свою команду, сказал спасибо вам большое за вот это вот пятилетие и так далее. Там ведь почти команда-то не в том состоянии, которая приходила из Красногорска, на самом деле. Многие потерстерялись, многие ушли, многие уехали. Кто-то стал иноагентом вообще за это время. Из ближайших друзей. Из ближайших друзей, да. На ваш взгляд, этот процесс угубится, продолжится. Нет, вот если мы будем рассматривать вот эти все циклы, как классические, которые уже мы видели несколько раз, то, конечно, да, к 24-му году, к выборам. Во-первых, Хабирову нужно будет назаявлять много чего. Во-вторых, ему придется признать какие-то ошибки и даже совершить какие-то кадровые перестановки. И вот он будет имитировать момент возрождения. А вот теперь мы уже точно добьемся успеха. То есть, отвечая на наш вопрос, отвечают, да, это будет продолжаться, но будет немножко меняться некая тональность. То есть, он уже попробовал законсервировать ситуацию. То есть, вот вокруг меня одни свои, и все мы делаем правильно. Не получилось, не сработало. Ну, то есть, во-первых, свои начали разбегаться. Где Киреев, где, простите, иноагент Мурзагулов, и где еще много-много его первоначальных соратников. Действительно, вы правильно отметили, иных уж нет, иные уж далече. И, ну, а их же нужно кем-то замещать. И вот каждый раз, на каждом витке, качество этих людей все падает и падает. То есть, соответственно, кто-то вообще заранее отказался. Я знаю одну крупную фигуру, которую Хабиров изначально предполагал сделать своей главой администрации еще до того, как появился нам Саша Сидиакин. Этот человек просто отказался. Сказал, не-не-не, Радей, я в эти игры не играю с тобой. То есть, человек не глупый и очень опытный. Соответственно, у него скамейка запасных почти пуста. Родня заканчивается. Шимбай обезлюдил. Ну, то есть, как бы, беда. А вот взяться все-таки за то, чтобы, может быть, приглашать профессионалов, которые тебе лично и не нравятся, но они дадут результат. Вот в чем дело. Вот на это Хабиров пойти не может. Он человек слишком амбициозный, слишком уверенный в себе. Он прекрасен и безупречен. То есть, любые его решения абсолютно правильные. Скажите мне хоть один российский губернатор на это пошел. Ну, ладно, это вопрос риторический. Да, было такое, было. В Пермском крае очень было активное приглашение таких настоящих профессионалов. И очень хороший результат был в результате достигнут. То есть, как бы, это было. Пользователь Виктор Семенов спрашивает у вас, получается, что политикари государства относительно руководителя регионов чем хуже, тем лучше. Ну, или почему же так же не везет Башкирии? Нет, конечно, такой концепции нет. Ни один человек, принимающий решение о назначении, предположим, временно исполняющего должность губернатора, никогда не исходит из того, что давайте возьмем самого плохого. Просто тогда ситуация в 2018 году, она, конечно, просто была экстренной. Хамитов хлопнул дверью, внезапно подал в отставку. Администрация президента Путина не готова была к такой ситуации. И тут, значит, кто-то за руку повел по коридору дорогого Радия Фаридовича. Провели, кстати говоря, мимо кабинета Кириенко, не согласовывая с ним. И, соответственно, ну вот мы имеем результат. То есть назначение Хабирова, это было, конечно, в ППХ принятое решение, которым воспользовались какие-то очень заинтересованные в этом силы. Нам тут недавно политолог, бывшая замковая администрация президента Башкирии, признанный иностранным агентом, живущим в Израиле, Абаз Галямов говорил, что он был у нас в эфире, когда он сказал, что на самом деле всегда по первому требованию Владимира Путина представляется сразу две или три кандидатуры на пост главы региона. А вы думаете, там в той папке не было достойной более кандидатуры? Безусловно, варианты были. Нет, насчет более достойных, это смотря с какой башни Кремля оценивать. Ну, то есть вот в конкретном случае с Хабировым победили те, кто были заинтересованы в его кандидатуре, и которым он, собственно, давал обязательства о том, как все будет происходить. Естественно, была конкуренция. Когда, например, назначали Хамитова, было восемь фамилий, и он был вообще не первым. Восемь? Да. И он был вообще не первым в этом списке. Ну, то есть, тем не менее, выбор пал на него. Ну, правда, там выбирал другой человек. Но помним, да, что Хамитов пришел к власти при правлении Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот. Так что, конечно, да, подтверждаю слова Аббаса в том, что это никогда не единственная кандидатура. Хорошо, хорошо.